Здравствуй, Сергей! Добрый день! Где мы с тобой сегодня находимся? Мы находимся на пивоварне Краснопресненские бани на улице 1905 года. Мини пивоварня это отличное место для того, чтобы я смог задать тебе все вопросы, которые нам оставляют под видео. Давай перейдем к первому. Вопросы про сырье. Какие принципы использовать для создания рецептов? Что смешивать и чего смешивать не стоит? Очень широкий вопрос. Могу сказать так. Сначала нужно определить стиль, какой вы варите пиво. Посмотреть, как этот стиль, приблизительные рецепты, которые вам будут предложены под этот стиль. И сварить этот стиль, попробовать понять, что происходит, а потом уже варить свое видение с этим солодом, с каким вам хочется. И сравнить с этим, как правильно сказать, эталон и плюс ваше видение. И уже на основе своего опыта вы дальше сможете понимать, что смешивать, какой хмель добавлять и так далее. Сережа, а для чего добавляют овес в затор? Ну, чаще всего овес добавляет в затор для придания мягкости вкуса. Например, вы варите стаут. Если вы добавите там от 5 до 15% овса, можно его смело называть овсяный стаут. И будет такой бархатистый, мягкий вкус. Также можно сделать это и с портером. То есть есть овсяный портер. Некоторые американские пивоварни добавляют овес для варки своего пол-эля или индиан пол-эля с овсом. Это тоже дает мягкий вкус. Окей, все понятно. Смотри, нам оставили такой комментарий. Процитирую его тебе. По поводу того, что дрожжи 4 дня в холодильнике хранятся, это неправда. Делал пиво с дрожжей, которые 2 месяца в холодильнике хранились и хорошее пиво получилось. Что ты можешь сказать на этот счет? Ну, это не очень однозначный ответ. Могу сказать, смотря какой это стиль. Если обычные лагерные дрожжи, даже если вы их убрали в холодильник, то они живут от недели до 14 дней максимум. Почему? Потому что когда они работают в пиве, сидят экстракт. Когда экстракт кончается, дрожжи начинают искать питание себе и начинают расходовать свой внутренний ресурс, который называется гликоген. И как только дрожжевая клетка начинает расходовать свой внутренний ресурс гликоген, на эти дрожжи нельзя посылать на новое брожение, потому что дрожжи будут вялые, в результате будут вялые брожения, пиво будет недоброжное. А вот пиво получится, но оно будет невкусным. А теперь перейдем к вопросам про осахаривание. Следующая цитата. Вопрос к Сергею. Как он относится к прохождению пауз с обратной стороны? То есть нагревом до 70 засыпаем, охлаждаем, ну и, соответственно, проходим все нужные паузы. Отношусь отрицательно, потому что высокие сразу температуры инактивируют ферменты солда, особенно альфа-амилазу, бета-амилазу. И если вы их сразу инактивируете, у вас будет достаточно большое количество крахмала, который дрожжевая клетка не усвоит, и пиво будет сладковатым и недоброженным. А влияет ли соотношение длительности пауз 66 и 72 градуса на финальную спиртуозность? Есть в этом доле правды. Основная пауза, которая отвечает за спиртуозность, пауза 63. Чем больше эту паузу делаете, тем больше сбраженых сахаров образуется. Но и даже и при паузе 66 и 72 также идут ферментативные процессы. Если в эту паузу будете увеличивать условно на 10-15 минут, то, соответственно, и еще образуется большее количество сбраженых сахаров. А, соответственно, спиртуозность вырастет. Ладно, переходим к следующему вопросу. Подскажите, пожалуйста, как влияет пиаш на конечный вкус пива? Ну, смотрите, пауз значительную роль играет в размножении и развитии дрожжей при брожении. То есть у вас, когда вы ставите свое сусло на брожение, пауз вашего молодого пива должно варьироваться от 5,1 до 5,2 пауза. С течением брожения пауз начинает падать, и в готовом пиве пауз должен быть от 4,2 до 4,4. Если значение пауз будет ниже этого значения, скорее всего, в вашем пиве образовалась инфекция. Скорее всего, это молочнокислые бактерии, и ваше пиво просто-напросто, скорее всего, скиснет, и вкус испортится. Если наоборот, пауз в вашем пиве будет выше значения 4,2, 4,4, ну, например, 4,8 или 5, значит, вы не проследили в момент кипячения сусла ваш пауз и его не понизили. Поэтому вкус тоже может быть несбалансированным. Ясно. А вот как рассчитать объем промывочной воды? Объем промывочной воды можно измерить только опытным путем. Пиавару важно перед кипячением сусла, нужно мерить плотность вашего собираемого экстракта. Благодаря этому он будет следить количество промной воды. Если, например, у него плотность перед кипячением должна быть 11%, после кипячения у него 12%, значит, он ведет процесс фильтрования до плотности 11%, добавляя туда промывочную воду. То есть я рекомендую это делать на второй, третьей промывочной воде, чтобы у вас плотность не ушла от искомой 11%. Да, вроде все ясно. Теперь переходим к следующему блоку вопросов. Это вопросы по варке. И вот я зачитаю тебе цитату нашего следующего комментатора. Павел, задайте в следующий раз вопрос. Вот все пишут, внесите последний хмель на аромат за минуту до конца варки. Но вот выключил нагрев. Минут 10-15 нужно подождать, пока сядет белок брух. Потом закрутить вирпул. Еще 10-15 минут ждешь осаживания. Это, считай, хмель еще минут 20-30 варится, пока начнешь охлаждать. Так все же, когда вносить? Может, на вирпул правильно будет? Ну, если вам так сложно разобраться в этой системе, то ароматный хмель можно бросать даже на вирпул. И это будет правильно, если вы домашний пивар. То есть вы сэкономите время и лишние операции тоже уберете. А когда задавать последний хмель? За 5 минут до конца кипячения или за 5 минут до охлаждения на определенный градус? Для хмеля важно, чтобы он не все-таки был внесен при температуре хотя бы 95 градусов. Если вы, например, в конце кипячения зададите, то хмель гарантированно вам растворится и соединится с белками солд и осадит в осадок. Если вы зададите за 5 минут до конца охлаждения, за это время он не успеет нормально раствориться, часть аромата у вас тоже не перейдет. И, скорее всего, он образует такой грубый осадок, что вызовет больше потерь сусла. А после верпализации можно перелить с белка осадка горячее сусло в другую емкость и уже в другой емкости охладить сусло? Или обязательно нужно охлаждать сусло вместе с осадком белком и уже потом охлажденное сусло сливать с осадком? Это важный момент, потому что, когда вы осаждаете горячее сусло вместе с осадком, у вас все равно процессы кручения сусла остаются в емкости, осадок становится при охлаждении более плотным, а сусло становится более прозрачным. Соответственно, вы меньше осадка, при качивании попадет в ваш ферментер. А ирландский мох не обязательно использовать в финальной стадии кипячения? Ирландский мох очень помогает домашним пиоварам, а также промышленным пиоварам осветлять ваше горячее сусло. Обычно его сдают за 15 минут до конца кипа, чтобы ваши белки, солода, а также хмелевые частицы соединились в комплексы и осветлили ваше сусло. Поэтому я им рекомендую вам пользоваться. А вот пену нужно собирать при варке? Очень интересный вопрос. Могу сказать так, что в процессе варки лучше, чтобы ваш варочный порядок был закрыт крышкой, и лишнее попадание кислорода плохо влияет на само сусло. Поэтому пену собирать не нужно. Осветите, пожалуйста, вопрос про диметилсульфид. Насколько для домашних пивоваров эта штука страшна? Можно ли кипятить закрытой крышкой? Если нельзя, то насколько приоткрывать? Я рекомендую домашним пивоварам все-таки крышку немножко переоткрывать. Во-первых, у вас будет хорошее испарение вашего сусла. Во-вторых, диметилсульфид образуется в процессе приготовления сусла. Он придает пиву запах вареного кукурузы и овощей. Поэтому нужно обязательно, чтобы у вас помимо приоткрытой крышки интенсивно ваше сусло кипело. Только при этом условии диметилсульфид весь влетает в трубу. Вот очередная цитата. Вы сказали, что охладить сусло нужно как можно быстрее. А почему нужно быстро охлаждать сусло? Потому что если вы ваше сусло после кипячения будете медленно остужать, идет реакция милан-единого образования. Если по русскому языку сказать, то это просто потемнение вашего сусла с учетом времени. Поэтому пивовар старается своего сусла охладить в течение 40-60 минут, чтобы цвет пива не перешел из светлого пива в янтарный или более темный и не образовался посторонний вкус. Переходим к следующему блоку. Это дезинфекция. Осветите технику безопасности при работе с нуком и растворами. Кислота все-таки даже раствор менее 1%. При попадании, например, в глаза может навредить здоровью, не говоря уже о неразведенном нук. Что касается нук, я здесь рекомендую вам все-таки одеть респиратор либо специальную плотную марлевую повязку, потому что пары нука, они достаточно сильно пахнут уксусом и также могут влиять на глаза. Поэтому купите в магазине спецодежды очки пластиковые, можно одеть респиратор и резиновые перчатки. Потому что при попадании нука, даже слабого раствора на пальцы, на руки, образуются такие язвочки, то есть кожа начинает обжигаться. Как вот вы перекиси водорода, если рану мажете, сильно перемазали, белеет кожа. То же самое с нуком. Скажите, а тщательно прополаскивать тару спиртом не будет эффективно? К сожалению, нет, потому что есть риск то, что вы вот такими движениями пропустите какой-то участок тары. Поэтому я всегда рекомендую Киоварам, заливайте ваш объем. Если у вас нет мобильного насоса для мойки вашей емкости или тара, вы заполняйте вашу тару под самую горшку раствором нук, желательно 1%, и вы держите ровно 1 час. Только при таком условии вся поверхность тары будет дезинфицирована и в микробы туда не попадут. У меня вопрос, можно ли использовать дезинфицирующий раствор повторно? Во-первых, для дезинфекции ферментеров, во-вторых, для дезинфекции следующей тары для розлива и для дображивания созревания. Я порекомендую вам так, можно использовать дезинфицирующий раствор повторно, если вы мойте танки, то мойте ими только танки. Если вы дезинфицирующим раствором мойте тару, используйте его для тары, либо для танков, но не наоборот, Потому что иногда танки можно плохо помыть, и вот этот грязный дезинфектант попадет в тару, и гарантированно ваше пиво может скиснуть. Переходим к следующему комментарию. Его я, пожалуй, приведу в виде цитаты. Что-то я не понял логики. Маэстро сказал, что дезинфекция бутылок путем кипячения неэффективна, так как в умных книгах написано, что даже через час кипячения могут остаться паразиты. А вот глюкозу нужно кипятить 10-15 минут. Лучше 15. Где логика? Смотрите, бутылки, скорее всего, будете кипятить не больше 3 минут. Это раз. Есть такие термофильные бактерии, которые даже не боятся кипячения 10-15 минут. Что касается кипячения раствора глюкозы, то, в принципе, 15 минут гарантированно убивает различные молочнокислые, укснокислые бактерии. Но все-таки это не гарантия для подавления термофильных, называется, бактерий. Но ими заразится рисков меньше, чем молочнокислыми бактериями. Хорошо, переходим к выражению и сухому охмелению. Товарищи, сколько дней сбраживать сусло, например, на 33-х дрожжах? Опять же, все зависит от плотности вашего сусла. И напоминаю, что 33-е дрожжи, S33, они сбраживают не полностью ваш весь углеводный состав сусла. То есть, часть экстракта у вас будет останется не сброжена. Поэтому я рекомендую сбраживать этими дрожжами плотность сусла от 11 до 13-14 начальной плотности и сбраживать, насколько они смогут. Потому что, еще раз повторю, они до конца не сбраживают. Поймать этот момент будет сложно. Поэтому делайте методом половинного сбраживания. То есть, интерначальное сусло 13%, значит, на 6,5 уже разливайте по бутылкам, чтобы газ вам не потерять. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Достаточно большой. Насколько серьезно могут повлиять колебания температуры при брожении? Бытовой холодильник дает температуру плюс 6 градусов. У меня в подвале температура около 17-18 градусов. Есть помещения с более низкой температурой в пределах 10-15, но сильно зависит от погоды. Предполагаю, что колеблется в пределах плюс-минус 5 градусов. Для лагерного пива это очень критично, потому что, если температура брожения у них, например, была 10 градусов, и потом поднимается до 15, то у них вместо низового брожения начинается верховое брожение. И с верховым брожением выделяются побочные различные высшие спирты и эфиры. То есть пиво приобретает запах фруктов, спелых яблок, скошенной травой. Если для верхового брожения, например, вы брожете при температуре 20 градусов, вы, наоборот, температура снизилась на 5 градусов, то активность дрожжевой клетки начинает падать, брожение затухает, и основное брожение вместо 4-5 дней может уйти до 2 недель. Соответственно, и вкус у вас будет менее яркий, чем вы ожидали. А вот возник вопрос про сухое охмеление. Нельзя ли заразить пиво, добавив хмель на данной стадии? Можно заразить, однозначно можете заразить, если у вас была вскрыта упаковка, и вы этот хмель использовали на сухое охмеление. Моя рекомендация номер один – покупать только хмель в вакуумной упаковке. Второй момент – если хотите избежать риска заражения молочнокислыми или уксинокислыми бактериями, то можете прозинфицировать ваш хмель методом залива его кипятком на 5-10 минут, либо оставить его под воздействием ультрафиолета, но здесь уже нужно не менее 12 часов. Сергей, а посоветуйте, как избавиться от вкуса дрожжей в пиве? От вкуса дрожжей в пиве нужно избавиться, вовремя снимая дрожжей с осадка. То есть основное брожение, если вы варите лагерное пиво, у вас должно будет проходить за 6-7 дней. Далее вы понижаете температуру до 7 градусов, и через сутки снимаете основной съем дрожжей и разливаете по бутылкам. Если в этот процесс будете длиться у вас больше недели, то брожной тон вам обеспечен. То же самое и с элями. Ну или вроде немножко больше, быстрее от 4-5 дней. Но тоже желательно убрать с дрожжевого осадка и оставить на осветление. Также дрожжевой тон можете поймать, если вы слишком много дрожжей задали на розов на бутылке. Поэтому следите, чтобы у вас на каждую бутылку приходилось не более 0,02 мл дрожжей. Итак, переходим к вопросам про карбонизацию и дображивание. Цитата. Подскажите, не отобрал праймер по неопытности? Варка пива будет только светлая, а разливать надо темная. Магазина с кристаллической глюкозой поблизости нет, а ехать за 60 км за пачкой глюкозы не очень хочется. Чем можно заменить ее? Аптечная глюкоза не сгодится жидкая? Сгодится, но плотность аптечной глюкозы всего лишь 9%. А если вы берете сухую глюкозу, то у нее плотность в районе 80%. То есть вам нужно, чтобы приготовить раствор, купить 10 таких бутылок. Я рекомендую со светлой варки можете забрать свежее сусло и ей карбонизировать. Ей же все-таки варка у вас остылялась и вы не успели. Тогда возьмите простой сахар, смешайте с водой, прокипятите 15 минут. Также можете добавить на доброжный. Но при задаче сахара могут образовываться побочные продукты и вызывать брожной тон. Поэтому это подходит только для верхового брожения. Вот скажите, а леденцы для карбонизации не лучше будут? Леденцы это тот же сахар, но карамелизированный, он наиболее сладкий. И опять же может есть риск, если вы будете лагерное брожение, карбонизировать леденцами, то есть риск брожного тона. Но если элит, то вполне возможно вам спокойно подойдет. А ваше мнение по поводу необходимости аэрации при перекачке сварочника в ЦКТ? По моим наблюдениям, многие этим процессом пренебрегают и вообще считают его излишним. И даже в каких-то случаях вредным. Насколько он необходим? Он необходим в первую очередь для дрожжей, для размножения. То есть дрожжи первый день-два идет процесс деления и размножения дрожжевых клеток. Без подачи воздуха или кислорода брожение затрудняется. Поэтому эта стадия обязательная. Но я рекомендую делать аэрацию не больше половины вашей перекачки объема, чтобы не сильно окислить ваше сусло. Поэтому кислород в больших количествах тоже вреден. А как рассчитать карбонизацию для кеги или ЦКТ, если карбонизация идет в них? Если карбонизация идет без остаточного экстракта, который остался в пиве, тогда вы задаете 7 грамм глюкозы на литр пива. Условно у вас ферментер на 20 литров. Умножаем на 7 грамм, получаем 140 грамм глюкозы. Растворяете в 300-400 миллилитрах воды. Кипятите 15 минут и задаете на карбонизацию. При этом закрываете ваш кран или шпунт. Если в бутылке, то также по бутылкам разливаете. Из расчета 7 грамм глюкозы на литр пива. Это значит 3,5 грамма глюкозы на одну бутылку. И также не забывайте прокопить ваш раствор и оставляйте на карбонизацию. Есть такая техника. Оставшийся брух после варки собирают, отстаивают, разделяют выпавший на дно брух и чистое сусло. И используют это сусло в качестве праймера. Насколько такая методика имеет место быть? Не портят ли белки в брухе, потом вкус готового пива? Ваша правда, это большой риск, что вы помимо части сусла захватите часть белков и хмелевого осадка, что может негативно сказаться на вкусе и на ароматике вашего пива. Поэтому данный вид способ, скорее всего, используется на больших заводах для экономии объемов и затрат. Для домашних и небольших пивоварек данный метод сбора сусла для карбонизации мы не рекомендуем. Сергей, подскажите, а для осветления пива можно использовать агар-агар? Вообще агар-агар используется больше для приготовления мармеладов и так далее. То есть есть риск, что ваш агар-агар может сгустить ваше пиво, и вы его даже не просто не осветлите, вы его просто не разольете. Поэтому для этих тем существуют специальные крем-наземы, минеральные вещества, которые добавляются в ваше пиво, и методом положительных отрицательных зарядов образуют плотные осадки без риска загущения вашего пива. А можешь коротко рассказать про сроки хранения готового пива? Здесь нужно разделять какое-то пиво верхового либо низового брожения, и опять же, фильтрованное оно или нефильтрованное. Если у вас пиво низового брожения нефильтровано, то срок хранения пива по нашему ГОСТу от 5 до 7 дней. Если вы будете держать в холодильнике, то в принципе месяц-два пиво не потеряет своих вкусовых ароматических свойств. Если низовое пиво вы отфильтруете через обычный кизиргурный фильтр, то срок ходности увеличивается до 1-2 месяцев. Если у вас верховое брожение нефильтровано, и у вас все чисто, и микробиология у вас нормальная, будет тару вы помыли хорошо, это пиво может жить и год, и два, даже при комнатной температуре. Сергей, все, спасибо, ответили на все вопросы, очень приятно было, познавательно, и спасибо, что повидались. Спасибо вам большое за интересные вопросы и комментарии, жду новые вопросы и комментарии в следующем выпуске. До новых встреч!